Мария Махмудова – мать двоих детей. Оба дошкольники, младшему нет и полутора лет. На содержание малышей, признается, уходит весомая часть семейного бюджета. Одежда, питание, развивающие игрушки – все нужно покупать регулярно. Весной из-за пандемии и ограничительных мер в семье появились проблемы с доходами. Выручили единовременные выплаты. С мужем подали заявление через портал Госуслуг, деньги поступили на счет быстро. На работа было меньше, дохода было меньше, и эта денежка нам, соответственно, помогла выжить. Мы сидели в закрытом помещении, никуда не выходили. Была нужна для того, чтобы ребенку покупали, курсы какие-то онлайн проходили, ну и, соответственно, на питание. Весной правительство установило следующие выплаты. 15 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет, 10 тысяч – детям с 3 до 16 лет. Позже в июле всем семьям добавили еще по 10 тысяч на ребенка до 16 лет. Более 580 тысяч самарских детей, а точнее их родители, уже получили денежные пособия. Из федерального бюджета на эти нужды выделили 11 миллиардов – 100 миллионов рублей. Но пособия получили еще не все. Наверняка еще есть родители, которые по какой-либо причине не обратились за данными выплатами. Поэтому хотела бы обратиться и напомнить, что 30 сентября – это последний день подачи заявления на данную выплату. Выплаты могут быть начислены только, если заявитель сам обратится в пенсионный фонд. На портале Госуслуг для этого есть специальный раздел. Все, что нужно – ввести данные ребенка и номер банковского счета. Но есть и нюансы. Родители должны являться гражданами России. Детям должно исполниться 16 лет не ранее 11 мая, а три года не позднее 30 сентября этого года. В ночь на 1 октября прием заявок на выплаты закроется. Кульфия Сафина. События.